Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в пленарном заседании 26-го Петербургского экономического форума, где с масштабной программной речью выступил президент России Владимир Путин. Лейтмотив выступления главы государства Россия занимала и продолжает занимать значимое место в мировой экономике. Консолидация усилий федеральных региональных органов власти, бизнеса, освободившиеся в результате санкций и ниши в экономике, стали серьезным импульсом для движения вперед. Несмотря на все трудности прошлого года, страна не свернула на путь самоизоляции, наоборот, расширили контакты с надежными, ответственными партнерами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами и драйверами мировой экономики. С некоторыми государствами объемы торговли выросли в разы и продолжают расти дальше, отметил Владимир Путин. В рамках Петербургского международного экономического форума глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов подписали с генеральным директором корпорации МСП Александром Исаевичем соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества в сфере повышения уровня финансовой поддержки субъектов малого-среднего предпринимательства и самозанятых граждан республики. В рамках договора планируется информировать о доступных мерах поддержки, популяризировать предпринимательскую деятельность и обучать всех желающих вести или уже ведущих бизнес, а также развивать их компетенцию. И сегодня же Рашид Тимрезов в Санкт-Петербурге на встрече с экспертом Экостарт Ливона Марабян подписали соглашение в сфере развития альтернативной энергетики между Карачева-Черкесией и компанией Экостарт. Наращивание энергетического потенциала очень важная задача для республики и взаимодействие в этой отрасли позволит укрепить позиции в развитии данного направления. В рамках соглашения будут изучать им возможность строительства на территории региона объектов электроснабжения альтернативных электростанций с установленной генерирующей мощностью до 30 мегаватт. Также сегодня глава Карачева-Черкесии в рамках форума встретился с председателем Совета директоров группы компаний Ривона Виктором Виксельбергом, обсудили варианты возможного сотрудничества республики и компании при реализации инвестиционных проектов региона. В Карачево-Черкесии запустят три новых масштабных проекта. В нашей республике заработают карта жителя, карта туриста и скипас на базе карты МИР. В рамках Петербургского международного экономического форума глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов и генеральный директор платежной системы МИР Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве. Подробнее Светлана Шаганова. На базе платежной системы МИР появится карта жителя Карачаево-Черкесской республики и карта туриста. Кроме того, согласно соглашению, в республике планируется к запуску процесс по внедрению сервисов безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью оператора платежной системы МИР. Многие ездят в Карачаево-Черкесию. Это прекрасный край, замечательная природа, горнолыжный курорт. Чтобы и жителям республики, и туристам, которые, кстати, один из продуктов – это карта туриста, чтобы было пребывание в республике максимально комфортным, удобным и выгодным в том числе. Спасибо большое. Хочу еще раз поблагодарить Рашиду Борисповичу за этот проект. Это популяризация не только безналичных платежей, в том числе и финансовой грамотности населения. И здесь я хотел бы вас лично поблагодарить за то сотрудничество, которое мы с вами вместе реализовываем. И уверен, что с таким прекрасным названием, как МИР, я думаю, что у нас все получится. И в ближайшее время мы с вами можем уже говорить о тех результатах, которые мы с вами разберем. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Еще один масштабный проект, запуск которого объявлен на экономическом форуме – «Карта туриста Карачаева-Черкесской республики». Он представляет собой механизм по повышению туристической привлекательности региона. Планируется, что туристы смогут регистрировать свои уже имеющиеся карты МИР на специальном портале в качестве «Карты туриста». Это позволит гостям республики получать от объектов и предприятий туристической отрасли региона различные привилегии, в том числе скидки или кэшбэк за покупки, оплату проживания, питания, туров и так далее. Как было объявлено в рамках подписания соглашения, в ближайшее время будет создана рабочая группа с участием профильных органов власти республики – экспертов платежной системы МИР для формирования дорожной карты по реализации всех проектов. Светлана Шаганова, Вести, Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза ночью в отдельных районах сильные, с градом и шквалом до 23 метров в секунду. Ветер западный 6,11, температура ночью 10,15, в горах до плюс 9, а днем 21,26 градусов тепла и местами до плюс 18. В Черкесии кратковременный дождь и гроза, ветер западный 6,11, температура ночью 13,15, а днем 24,26 градусов тепла. В Карачаево-Черкесии сегодня прошло открытие общественного штаба по контролю и наблюдению на выборах 2023 года. Как отметили в общественной палате республики, деятельность созданного на базе этой площадки штаба не прекращалась. Эксперты и общественники с 1 августа начнут работу с наблюдателями. В единый день голосования в Карачаево-Черкесии пройдут как дополнительные выборы в Государственную Думу в связи со смертью представителя нашей республики в Нижней палате Федерального собрания Джошарбека Узденова, так и составы депутатов ряда сельских поселений. Медицинские работники Карачаева-Черкесии отмечают профессиональный праздник. В это воскресенье, но уже начали принимать поздравления. Теплые и добрые слова в эти дни адресованы людям в белых халатах. В преддверии Дня медицинского работника в Государственной филармонии состоялось торжественное награждение лучших представителей сферы здравоохранения. Репортаж Аллы Динаевой. Каждый сидящий в этом зале уже доказал свою верность выбранной профессии. За их плечами не один год ответственного, нелегкого, но жизненно важного труда. От имени главы Карачаева-Черкесии, который в эти дни принимает участие в экономическом форуме в Петербурге, приглашенных на торжественное мероприятие, поприветствовал, поблагодарил за работу и поздравил с Днем медицинского работника председатель правительства республики Мурат Аргунов. Звание «Заслуженный работник здравоохранения» присвоили медицинской сестре Розе Мазовой Абазинской центральной поликлиники, а 10 докторов республики стали заслуженными врачами Карачаева-Черкесии. Среди награжденных Елена Алексеенко, заместитель главного врача по лечебной работе Республиканской стоматологической поликлиники. Это было очень неожиданно и очень приятно в день нашего праздника профессионального. Я уже 25 лет, как работаю в республиканской стоматологии, хочу поздравить всех своих коллег, главного врача, нашего министра здравоохранения Шаманова Казима Зреталиевича. Огромное всем спасибо за такую награду, за такую честь. Все были здоровы, всегда над нами светило яркое солнце, не знали мы никаких бед, и все было у нас прекрасно. О работе медиков Ирина Гербекова знает не понаслышке, ведь она сама доктор, возглавляла Зеленчукскую ЦРБ, затем Республиканскую клиническую больницу, после Минздрав. И вице-премьер рассказала о том пути, который прошла наша республика в здравоохранении за последние 12 лет. И начинается 19-й год, и сразу переработана программа модернизации, подготовлены на одинаковые условия для всех учреждений. Выпускается ремонт 28 учреждений. В первые же эти годы, сидит с моим фонтатом и скажет, половой принято решение о передаче поликлиники, тубикулезного диспансера, то здание, которое планировалось создать под частным поликлиникам. Сразу начинается работа по запуску строительства Терской и Психо-Канской больницы. Глава в первые же дни обращается к председателю правительства, президенту Российской Федерации с просьбой о помощи по этому объекту. Следом сразу начинается программа по модернизации всех объектов. Активно начинает работать сосудистый центр. За многолетний труд и высокий профессионализм ряд сотрудников системы здравоохранения республики удостоились нагрудных знаков «Отличник здравоохранения». Высокая оценка нашего труда, это, конечно, опять-таки заставляет нас думать о том, что мы должны и дальше стремиться к лучшему, преодолевать все трудности. И все это на благо того, чтобы наша Карачаева-Черкесия процветала, и все люди на этой земле были счастливы и здоровы. Будут здоровы, будут и счастливы. Более 25 лет я проработала. Не на секунду не сомневаюсь. Если бы пережить все это заново, пережила бы и прошла бы тот же самый путь. Я очень люблю свою профессию, безумно люблю свою профессию. Добросовестный многолетний труд медицинских работников был отмечен почетными грамотами Президиума Народного Собрания Республики, которые вручил председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Хасан Хубиев. Грамотами Министерства здравоохранения руководитель ведомства Казим Шаманов наградил ряд сотрудников. Задачи у медицинских работников республики немало, но главное коллективы отличаются профессионализмом и дружностью. В Северокавказской государственной академии прошел круглый стол на тему интенсивное развитие яичного и мясного птицеводства Российской Федерации. На встрече участники мероприятия обсудили вопросы, касаемые развития данной отрасли сельского хозяйства и пути их решения. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Данная отрасль имеет все перспективы развития в нашей стране и особенно важно проводить данный круглый стол на Северокавказской государственной академии, где функционирует аграрный институт, так как сегодня необходимо, чтобы молодые специалисты понимали, как обстоит ситуация в сфере яичного и мясного птицеводства. Система яичного и птицеводческого производства выстроена в нашей стране. Россия абсолютно независимая на сегодняшний день от внешних источников, я имею в виду внешних субъектов международного права. То есть Россия сегодня абсолютно потенциальная в этих вопросах. В свою очередь о важности данного круглого стола отметил и модератор мероприятия профессор аграрного института СКГА Дагир Смаккуев. Он зачитал приветственный адрес Совета Федерации участникам собрания и отметил, что несмотря на новые вызовы сельское хозяйство в стране продолжает интенсивно развиваться. Несмотря на внешние вызовы, беспредельное санкционное давление, последствия пандемии, неблагоприятные погодные условия, российские аграрии добились впечатляющих результатов по производству зерна, мяса, прежде всего мяса птицы и свинины, растительных масел и сахара. Ваш круглый стол стал центром притяжения в Северо-Кавказском федеральном округе для ученых, научно-исследовательских и учебных заведений страны, руководителей и специалистов крупных агрохолдингов и птицефабрик. Специальный гость круглого стола, научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства Российской академии наук, профессор Владимир Фессинин выступил с докладом «Мировое российское птицеводство. Реалии и вызовы будущего». Он затронул многие вопросы данной отрасли сельского хозяйства и выделил методы для решения проблем в сфере яичного и мясного птицеводства. Важно посмотреть не просто, как Россия развивается, а что делается в мире, как мы корреспондируемся с мировыми тенденциями и куда мы уйдем. Я вам представлю уникальные данные, рассчитанные многими умами Европы, о том, что нас ждет в области животноводства в 2050 году. По крупному рогатому скоту, свиноводству, овцеводству, птице и так далее. В свою очередь с докладом на тему состояния и перспективы развития отрасли птицеводства в Карачаево-Черкесии выступил министр сельского хозяйства Республики Анзор Баташев. Он рассказал о позитивных сдвигах в отрасли птицеводства и затронул актуальные вопросы развития. Производство мяса птицы в 2022 году составило 17,8 тысяч тонн в живом весе. Природ по отношению к 2021 году составил 0,4%, из них 14,1 тысяч тонн в сельхозорганизациях. Производство ест в 2022 году, хозяйство которое составило 86 миллионов штук, природ составил 101,3% относительно 2021 года. Также с другими докладами выступили представители Управления ветеринарии Республики и сотрудники Аграрного института. Алихан Лепшоков, Олег Малхожев, Вести Карачаева-Черкесия. Открытые всероссийские соревнования по борьбе на поясах «Тутуш» в памяти девятикратного абсолютного чемпиона Северного Кавказа по борьбе на поясах, мастера спорта СССР по вольной борьбе Султана Тикеева пройдут завтра в Черкесске. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены не только нашей республики, но и из других субъектов России. В номинациях за лучший бросок, за лучшую технику, за волю к победе приз зрительских симпатий будут учреждены денежные призы. По окончанию основных соревнований будет разыгрываться специальный приз в абсолютной весовой категории среди участников. Абсолютному чемпиону достанется трофей, учрежденный Абдулахом Кубановым, жеребец карачаевской породы. Всех любителей борьбы приглашают в физкультурно-здоровительный комплекс «Юбилейный» в Черкесске 17 июня. Начало соревнований в 10 часов. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите телевизионное шоу «Удивительные люди». Хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова